Всем привет! Итак, у нас был практикум с ребрейном, на котором я рассказывал про автомасштабирование приложений в кубернетисе и автомасштабирование самого кубернетиса. Эта тема так сильно отрывается от того, чем мы обычно занимаемся, поэтому тем, кто в принципе трек от девопса, наверное, смотреть будет это ни к чему и, возможно, будет сложно. Но если вам делать нечего или если вы уже занимаетесь чем-то с докером связанным, то, конечно, посмотрите. Я сделал две части. Первая часть теоретическая, вторая часть практическая. Опять же, в полтора часа, которые у нас были на ребрейне, я очень много болтал и старался отвечать на вопросы. Здесь у нас просто кратенько по теме. Я думаю, разберетесь, все будет хорошо и в порядке. Кому интересно, приходите дальше на практикум, и я думаю, я буду с ребрейном что-то такое интересное пилить, потому что одному эту всю штуку тянуть довольно-таки геморно. А когда есть ребята, которые двигаются в том же направлении, можно как-то с ними задачки распараллелить и делать хорошие штуки разные. Итак, тема у нас автомасштабирования в Кубернетисе, но тут как бы говорить можно не только о Кубернетисе, можно говорить о разных средствах, которые у нас есть для запуска приложений. Мы сейчас в общем проговорим теоретическую часть, а потом немножечко о нюансах Кубернетиса. Теоретическая часть общая пригодится всем всегда и везде, поэтому давайте разбираться. Значит, когда нам нужно какое-то автомасштабирование, что такое вообще это автомасштабирование? По хорошей примеру, это у нас стартап. Допустим, вы написали какое-то приложение, у вас есть девопсы, нет девопсов, админов, может быть вы просто разработчик. Вы написали какое-то приложение и вы хотите его куда-то зарелизить. Например, не знаю, выложить в App Store, просто начать людям позволять его скачивать. И таким образом вы не знаете, какая у вас придет нагрузка. То есть это может быть мессенджер, это может быть, не знаю, поградажи, билетов, как в прошлый раз, все что угодно. То есть вы уже все отладили, проверили, проверили на разных вот тут у нас устройствах, если я вам показал. И вы это после этого релизите для какого-то, может быть, ограниченного количества людей, но в какой-то момент уже и для всех вы будете это релизить. И вы близко себе не представляете, какой будет трафик, сколько народу, сколько одновременных соединений, что они там будут делать, как вообще, какого рода нагрузки с какими характеристиками пойдут, на какую часть вашей инфраструктуры. И вот тут нам нужно как раз подготовиться и нашу инфраструктуру сделать готовой к такому масштабированию. Для этого не нужны как раз грамотные девопсы, и за это хорошим девопсам платят больше, чем хорошим программистам даже, потому что они делают production-raising инфраструктуру такую. Второй пример – это когда у вас есть, допустим, периодическая нагрузка. Это может быть, например, если у вас приложение сделано, например, только для России, и, соответственно, у вас днем им люди пользуются, а ночью люди спят. Или, может быть, у вас такая периодическая нагрузка, когда вы, не знаю, транслируете какие-то спортивные мероприятия, и, соответственно, когда у вас нет никаких там матчей, у вас нагрузки мало. А как только у вас какой-то ивент происходит, событие, которое вы начинаете транслировать, тут у вас, соответственно, огромный поток трафика. Соответственно, во всех этих случаях вам нужно успеть этот трафик обработать. То есть, когда пошла нагрузка, вам нужно, чтобы ваша вся инфраструктура, приложения, базы данных, прокси-сервера, балансировщики, все что угодно, оно справилось, то есть оно как-то выросло все, отработало нагрузку, а потом каким-то образом уменьшилось, желательно обратно, чтобы не жрать ваши деньги. Соответственно, можно кучу вариантов рассмотреть, как это все можно сделать. Соответственно, если вы просто запускаете это все на какой-то своей железке, вы, понятно, будете ограничены ресурсами этой железки, то есть у вас все равно там ограниченное количество ядер, оперативки, жестких дисков, пропускная способность канала может ограниченная быть. Далее вы можете запускаться, может быть, в дата-центре. В дата-центре у вас уже магистральный канал какой-то интернетовский, у вас, возможно, есть какая-то опция разрастись на соседние сервера, на хранилище как-то масштабировать. Но это тоже как бы не всегда может помочь. Все это зависит от нагрузки. И у вас есть варианты, когда у вас есть просто облако. Облако у нас виртуально бесконечное, если его грамотно настроить, мы можем виртуально бесконечно расти. И мы сейчас будем обсуждать эти штуки. Соответственно, если вы запускаете какое-то не очень важное приложение, вы понимаете, что к вам не придет все население, там, не знаю, России, Москвы, Чебоксар или еще чего-нибудь, тогда вы можете ограничиться одной железкой. Когда вы запускаете, например, на какую-то компанию, и вы понимаете, что в этой компании вот столько-то человек, которые будут вот этим-то пользоваться, и, скорее всего, вы не сожрете больше, чем столько-то. Понятно то, что на своем железе вы тогда это обработаете спокойно. В облаке это уже какие-то более глобальные такие штуки работают, как, например, вот тот кошелек, в котором я вам говорю, я работаю. У нас там трафик очень сильно скачет, причем уже он очень сильно скачет в зависимости от того, что происходит с определенными блокчейнами. Потому что у нас кошелек глобальный, у нас нет нагрузки день-ночь, большой разницы, у нас нет каких-то событий, но, тем не менее, если, не знаю, какой-то блокчейн начинает какие-то большие блоки создавать, у нас, соответственно, и нагрузка на всю инфраструктуру растет. Но это все сейчас будем обсуждать. Итак, какие у нас требования? Нам нужно иметь возможность получить огромное, желательно бесконечное количество ресурсов, чтобы успеть вырасти. Причем важный момент, нам нужно получить эти ресурсы быстро, потому что если у нас будет какое-то время на разогрев, на подключение ресурсов, а трафик пришел валом одновременно, то это будут проблемы для пользователей. То есть кто-то неминуемо отвалится, у кого-то появятся ошибки, тайм-ауты. Этого нужно, соответственно, избегать. То есть нам нужно успевать так взрывно вырасти. Затем нам нужно иметь возможность вернуть эти ресурсы тоже в срок, чтобы не платить количество, какое-то безумное денег за неиспользуемые ресурсы. Ну и отдельный такой пункт, который я дописал, нам нужно еще не просто, чтобы это все вырастало в пределах, так скажем, одного сервера или одного дата-центра, нам нужно еще это сделать так, чтобы оно жило по возможности в географически каких-то распределенных местах. Таким образом мы сможем с вами не просто вырасти, мы еще и распределим нагрузку, и у нас еще будет отказоустойчивость, если вдруг какие-то блоки начнут отваливаться. То есть в идеальном мире это у нас с вами вообще в разных местах планеты расположены, дата-центры, и они это все обрабатывают, а спереди у нас какой-то проксирующий, клиширующий слой, например, какой-нибудь Cloudflare. Пример готовой архитектуры мы с вами разбирали в прошлом видео, посмотрите, я сейчас его разбирать не буду, для тех, кому вот эта картинка абсолютно непонятна, просто посмотрите прошлое видео. Суть этой картинки заключается в том, что нельзя просто что-то смасштабировать. Как правило, у нас есть какая ситуация? У нас есть разработчик, который говорит то, что дайте мне сервер, на этом сервере пусть будет, не знаю, терабайт оперативки, 100 процессоров, процессорных ядер, и еще жесткий диск, там, самый быстрый SSD. И мы понимаем, что этого нам, ну, как правило, мало. Нам нужно разбить его, вот это вот приложение на части, нам нужно понять, какая часть что использует, нам нужно сделать распределенную такую инфраструктуру, понять, что у нас может горизонтально масштабироваться, то есть иметь несколько реплик, что не может, об этом мы будем говорить сейчас ближе к концу, что мы можем вынести во внешние какие-то штуки, как там базы данных, кэши, как мы это можем все между собой скоммутировать, то есть мы не можем просто взять что-то и начать его масштабировать, так, скорее всего, работать не будет. Нам нужно подготовить архитектуру решения к такому масштабированию. Теперь несколько коротеньких слайдов у нас для тех, кто вообще в отрыве от реальности находится и кто у нас такой админ, для которых докеры и кубернетисы, это вообще какая-то чушь. Значит, у нас есть контейнеры докера, которые, по сути, можно представить как аналоги виртуальных машин, только они намного меньше, намного быстрее, есть плюсы, есть минусы, о них поговорим. Значит, мы можем, используя докер-контейнеры, создавать окружение определенное и минимальное, то есть мы можем на одном и том же серваке, причем и виртуальной машине, и в простом серваке, запускать контейнеры, скажем, с разными операционными системами. То есть у нас может быть там Ubuntu, может быть там CentOS, может быть даже Windows, к сожалению, в некоторых случаях приходится ее использовать. Чаще это минимальные контейнеры какие-то, какие-нибудь, я не знаю, Barrow, Alpine, все что угодно. Минимальные. В них, в отличие от виртуальной машины, в них есть только самые максимально необходимые компоненты, и кроме того, они берут максимум от операционной системы. То есть у нас какая-нибудь там виртуалка с Умбунт, и она будет занимать намного больше места, чем докер-контейнер с Умбунтой. И я говорю не просто о жестком диске, я говорю о месте в оперативке, о количестве ядер, потому что там все по минимуму. И вы можете туда допихивать то, что вам нужно. Для того, чтобы управлять такими докер-контейнерами, есть куча средств разных оркестраций. Самый примитивный у нас это докер-компоуз, он подходит для песочных, хотя очень часто люди в нем запускают production-ready решения, но в нем нет кучи возможностей. Там нет возможности приключить хелс-чеки, там нет возможности нормально снять метрики, там вообще это очень ограниченная такая штука, чтобы запустить, посмотреть, как работает, что-то там потестировать и закрыть. Боевую нагрузку на это кидать, ну прям нет, это очень плохо. Докер-сворм чуть-чуть получше, но тоже так себе решение. Мы сейчас, у нас тема не сравнивания средств оркестрации, а просто такая вводная тема для автомасштабирования. Итак, есть у нас кубернетис. На базе кубернетиса у нас крутится докер-контейнеры. Помимо кубернетиса есть еще решение для запуска контейнеров каких-то, но кубернетис, безусловно, он является лидером, он является ядром для большинства других решений. Мой любимый это вот Red Hat OpenShift, я с ним работал в Ланите, там тоже тот же самый кубернетис, но к нему очень удобные и красивые штуки приделаны. Сейчас он же как-то по-другому называется, но я думаю OpenShift название осталось. Там есть и Community Edition, и Red Hat брендовые платные. На базе кубернетиса уже все облака сейчас создали своих кучу решений. Я на данный момент использую Elastic, Elastic, как он называется? Кубернетис, контейнер. Не помню, EKS я в общем использую. И с этим EKS я работаю сейчас у нас в Exodus. У DigitalOcean есть свой кубернетис, у Microsoft есть свой кубернетис, у Google самый крутой кубернетис. По отзывам я, к сожалению, никогда не трогал. Вот эти три кубернетис я трогал, этот не трогал. Ну и наших куча уже решений. У нас даже в Яндексе есть свой кубернетис. То есть в принципе кубернетис сейчас есть везде. Если мы начинаем как-то двигаться к докеру, нам достаточно изучить тот кубернетис, который мы можем разворачивать даже на своих виртуальных, серверах, железках, на ноутбуке своем. И если мы с этим кубернетисом разберемся, мы потом вот эти все остальные кубернетисы легко будем использовать. Кроме того, вот этот основной кубернетис желательно изучить на своих виртуалках, потому что у вас будет доступ к мастерам. То есть как обычно есть мастера, которые всем управляют, и есть обычные рабочие ноды, на которых запускаются контейнеры. Можно, конечно, иметь и мастера, на которых запускаются контейнеры. Суть в том, что в облаках, как правило, мастера от нас спрятаны. Мы не сможем с них получить нормальные логи, мы не сможем их подтюнить, там они в базовых, более-менее конфиграх запущены. И это не очень удобно. И зная, вот, как управлять и что брать с этих мастеров в случае, когда у нас кубернетис был весь под руками, мы потом сможем с поддержкой облачных всех этих решений понять проблему, если она у нас возникнет. Теперь добираемся непосредственно к этой теме. Масштабирование. Масштабирование у нас бывает вертикальное и горизонтальное. Вертикальное – это когда у нас контейнер, приложение, виртуалка, все что угодно, начинает просто разбухать, начинает пожирать больше ресурсов. Ядер процессорных, оперативки, может быть, графических процессоров. Это вертикальное масштабирование. Оно у нас подходит тогда, когда мы не можем, например, сделать горизонтальное. Горизонтальное – это когда у нас просто начинают появляться дополнительные реплики, которые выполняют то же самое. То есть в случае с тем нашим приложением, о котором мы говорили на вот этом слайде и разбирали в прошлом видео, у нас есть, допустим, какой-то индексер, который только он один имеет право писать в базу данных. Все остальные не имеют право писать. Такая вот у нас архитектура. И вот этот у нас индексер, он может только распухать в ресурсах. Потому что если мы запустим два индексера, у них начнутся конфликты, которые, в принципе, можно разрешить. Но вот такая у нас архитектура мы разрешать не можем. И вот эта штука у нас просто жреет и растет. В случае с нашими блокчейнами – это какой-нибудь клиент монеты. У него есть свой сторидж, и с этим сториджем, соответственно, может работать только один какой-то процесс. Соответственно, если пошла большая нагрузка, мы не можем создать несколько реплик, которые все будут подключены к этому сториджу. Начнутся конфликты опять же. И поэтому у нас начинает расти потребление ресурсов. Горизонтально – это какие-нибудь прокси-сервера. Больше у нас клиентов подключается. Мы еще инжинксов рядом понасоздавали, и они все разбирают эту нагрузку, распределяют между собой. В случае с кубернетисом, как у нас это работает? Для виртуального, вертикального, прошу прощения, масштабирования, у нас есть понятие реквесты и лимиты. Реквесты – это сколько мы запрашиваем ресурсов на старт. То есть мы, допустим, говорим нашему приложению, нужно ядро, чтобы запуститься, и гиг-оперативки. И это наша исходная точка. Кубернетис смотрит у нас, на какой ноде достаточно ресурсов под этот реквест, туда запускает наш контейнер, и он там работает. Лимиты – это верхняя граница. Мы говорим, до скольки может вырасти наше приложение, сколько максимума можно сожрать ядер, и сколько максимума он может сожрать оперативки. Таким образом, мы даем какой-то диапазон, в котором наше приложение может расти. В зависимости от вот этих вот штук, у нас есть такая штука в кубернетисе, как Косквалити оф сервис. Соответственно, если мы с вами определяем реквесты и лимиты как одинаковое значение, то есть мы говорим, что вот это приложение может сожрать максимум гиг-оперативки и максимум одно ядро, и по умолчанию дайте ему гиг-оперативки и одно ядро. Чаще всего это делается для Java-приложений всяких. Эти контейнеры у нас называются Garantit, то есть они гарантированы, они всегда будут размещены на какой-то ноде, и там они останутся с большей долей вероятности, потому что они не будут никуда расти. Контейнеры Burstable. Эти контейнеры у нас так называются, когда у нас реквесты и лимиты не равны. Когда мы говорим то, что дайте ядро, ну пусть вырастет до 4 ядер. То есть такая взрывная растущая нагрузочка. Не факт то, что на ноде хватит места под вот этот вот диапазон для роста. То есть у нас вот должно быть место, куда вырастить. В таком случае кубернетис умный, он там придумает что-нибудь, он начнет перераспределять. Контейнеры вяжут с тобой, это тоже нужно уметь настраивать. Ну просто понимаете, что есть такие взрывные контейнеры, которые растут. И есть случаи, когда мы понятия не имеем, сколько у нас оно будет, чего жрать, или оно жрет так мало, что нам даже не хочется заморачиваться и выделять ему какие-то там мегабайты, оперативки и тысячные доли ядра. Это у нас такие best effort контейнеры. Они будут просто подсовываться в кубернетисе на те ноды, где есть место в рандомном порядке. Суть вот этого коса вот в этой стрелочке внизу. Evictions или удаление, их, наверное, можно назвать эвакуацией, как угодно. Если с нодой что-то не так, если на ней не хватает места, если на ней что-то начинает расти, если у нас есть какие-нибудь тейнты, толерейшины и так далее, что говорит о том, что какие-то контейнеры у нас обязательно должны быть на этой ноде, начинается удаление контейнеров с ноды. Соответственно, контейнеры best effort, для которых ничего не определено, они в первую очередь будут удаляться с ноды. Это просто надо иметь в виду. Burstable следующие по очереди будут удаляться. И последние, кто у нас останутся, это гарантированные контейнеры. Их, скорее всего, не будут трогать. Если им не хватит места, там еще есть такой порядок, в котором с ноды будут удаляться контейнеры. Тут нужно понять, что в принципе такое ноды. И мастера, наверное, это для тех, кто совсем далеко от кубернетиса, это тяжело. Но суть в том, что у нас есть куча различных виртуальных машин, на которых это все запущено. И на них у нас пуляются контейнеры, создаются, пересоздаются, перезапускаются. Мы подключаем новые ноды, удаляем старые. Это очень динамическая среда. И контейнеры там носятся по всем этим виртуальным машинам. Вот практическую часть мы будем смотреть, когда у нас с вами будут вот такие примеры. Пример указания ресурсов. Вот здесь мы запускаем контейнер с базы данных MySQL. И говорим, что ей для старта нужно 64 мегабайта оперативки и четверть ядра, а лимиты мы ставим 128 мегабайт и пол ядра. И вот в этом диапазоне у нас будут расти контейнеры, пожрать вот эти вот ресурсы. Это пример горизонтального масштабирования у нас здесь, когда мы говорим, что по умолчанию мы начинаем с одной реплики, вырастаем максимум до 10 реплик. Для этого есть отдельный объект в кубернете, называется HPA Horizontal Pot AdScaler. И мы говорим, в каком случае нам нужно с вами вырастать. Если у нас средняя такая утилизация, ресурсов в данном случае для процессора 50%, то есть мы выделили, допустим, не знаю, в качестве реквестов одно ядро, и если уже сожралось пол ядра, то у нас HPA запустит еще один контейнер, в данном случае из PHP Apache, и у нас уже нагрузка пойдет распределяться между ними. Для этого нужно создать, соответственно, кучу еще дополнительных конфигураций, но в общем случае вот так вот это работает. И раз уж мы говорим здесь о различных масштабированиях, сразу же поговорим еще о том, что у самого кластера тоже есть автомасштабирование. И это как раз очень важно. То есть не просто у нас приложение внутри кластера может масштабироваться и вырастать, у нас еще кластер может вырастать шире. Это, конечно, у нас прежде всего применимо к облакам. То есть у нас с вами есть, допустим, кластер из 5 нот, может быть, одинаковой конфигурации в каждой по 8 ядер и по, не знаю, 36 гигов оперативки. Если идет большая нагрузка, мы, соответственно, к себе подключаем автоматом еще ноды. У нас было там 4-5 нод. Мы добавляем по одной, по две, по три, как настроен. Соответственно, у нас сам кластер может распухать все шире и шире, и потом, когда нагрузка кончится, он сузится, и мы заплатим только за те ресурсы, которые мы с вами использовали. Это все прекрасно работает у нас в Амазонах, в Гуглах, в Ажурах, где угодно. Соответственно, вот пример такой настройки масштабирования самого кластера. Мы говорим, что у нас с вами есть некоторый кластер, тут я к нему привязываю роль Амазона, и мы говорим, что если у нас с вами 85% ресурсов утилизировано для какой-то ноды, в таком случае у нас с вами будет добавляться еще одна нода. Тут куча различных вариантов, может быть, настройка этого масштабирования кластера, она тоже довольно-таки интересная, сложная, особенно если мы используем разные типы нод, но в целом вот примерчик того, как это работает. Теперь у нас осталось только проговорить с вами нюансы и теоретическая часть закончена. для нюансов. У Амазона, например, есть такое понятие, как спот-инстансы. Это инстансы, которые они отдают гораздо дешевле, чем обычные инстансы. По ряду причин. Это может быть какие-то неиспользованные ресурсы, может быть, какие-то дата-центры недогружены, может быть, у них какой-то есть старый тип инстансов, который никто уже не покупает, они его не имеют там права по каким-то причинам давать нам. В спотах нам это все доступно. Соответственно, мы можем с вами, так как Кубернетис у нас очень динамическая среда, мы можем с вами покупать вот эти вот очень дешевые инстансы и добавлять их к нашему кластеру. Соответственно, если вдруг цена на них поднялась, или они сломались, или их по другой причине выводят из строя, они у нас просто подыхают в нашем кластере, Кубернетис это умеет вовремя замечать, если мы его настроим и добавим до него соответствующие плагины и сервисы. И он эвакуирует подость этих инстансов, покупает новые инстансы и так далее. Я говорил это на нашем видео, то что после того, как мы для нашего девелоперовского кластера перешли полностью на спот инстансы, даже с учетом того, что у нас была предоплата ресурсов на год вперед, и это нам давало скидку процентов 25, по-моему, после того, как мы перешли на споты, у нас еще на 3 четверти упали расходы. То есть мы стали пролезать 25% от того, сколько мы платили до этого. То есть в случае с Кубернетисом мы можем очень легко использовать такие вот предложения, потому что у нас динамический кластер, и мы можем туда-сюда вообще железо все под этим Кубернетисом двигать как нам угодно и постоянно брать более дешевое, более дешевое. Для продакшн-кластера это немножко критично, но все равно какую-то часть при грамотных настройках мы можем эвакуировать на споты и работать со спотами. Это прям очень хорошее средство экономить деньги. Дальше нюанс. CPU-фроттлинг, мы его тоже обсуждали на видео. Если вы устанавливаете границу для использования памяти, тут все просто. Тут нам ресурсы операционной системы. Linux, он умеет грамотно выделять просто какое-то пространство в оперативке и не выпускать контейнеры дальше, чем вот это вот пространство. С процессором все не так однозначно. Мы не можем просто сказать используй там треть ядра максимум. Это очень тяжело сделать. Поэтому у нас начинает процессор, как я читал про фроттлинг, вы можете сами почитать, он у нас начинает пропускать какие-то такты, у него начинает частота совсем по-другому работать, скажем так. То есть есть очень много интересных материалов про то, что происходит. Суть в том, что когда вы достигаете, скажем, установили лимит в ядро и у вас приложение начинает пытаться есть больше, чем ядро, ваш процессор начинает работать вот для этого приложения гораздо меньше. Он начинает игнорировать инструкции от этого контейнера, пропускать их и соответственно вы можете получить очень сильное падение производительности. То есть если вы буквально пытаетесь получить ядро и скажем 1,1 ядра, вы можете при этом получать потерю производительности в 4-5 раз. То есть с ограничением с лимитами по ядру нужно быть очень внимательными. Мы это очень хорошо обсуждали на ребрейне, мне тут тяжело видео это все так вам просто рассказать. Далее у нас есть проблемы с неравномерной загрузкой. Это мы тоже смотрели на практике. Если у вас приложение по какой-то причине скажем получило какой-то большой запрос и начало жрать 100% процессора, у вас запускаются параллельные реплики. Эти параллельные реплики они конечно возьмут на себя нагрузку со всех следующих запросов, но они никак не избавят вас от проблем с тем, что первый этот контейнер он все равно висит под 100%. И тут два нюанса. Во-первых, этот первый процесс он продолжает долго исполняться. Во-вторых, пока этот первый процесс и любой в принципе процесс жрет 100% ресурсов, у вас автомасштабирование продолжит накидывать реплики. То есть у вас может быть уже в следующих запросах нет никаких. хоть один контейнер у вас будет автомасштабирование распухать до тех лимитов, которые вы установите. У вас может быть параллельно уже 50 контейнеров висит и жрет ваши ресурсы, хотя всего лишь один контейнер залит. Это тоже нужно учитывать, поэтому тут такой очень тонкий момент сочетания вертикального и горизонтального масштабирования и понимания того, что у вас конкретно крутится в вашем контейнере и что он там может делать. Еще один нюанс это у нас графические процессоры. Графические процессоры можно сказать, что они только недавно так у нас переползли в кубернетис, только недавно стали использоваться в каких-то там приложениях контейнерах гпушных, относительно недавно. Соответственно, это еще пока немножко сыровато работает и масштабирование по гпу, в отличие от обычного цпу, тут есть куча своих нюансов. Нужно читать, я вам про это говорить не буду. Ну и соответственно с берстом нужно понимать очень тонко, как у вас работает приложение. Соответственно, ну давайте проговорим просто с прокси-сервером. Если у вас вдруг вот было, не знаю, 100 соединений, и тут прилетело тысяча. Соответственно, масштабировщик наш отработает, он добавит 10 контейнеров, но этим 10 контейнерам все равно нужно какое-то время, чтобы, во-первых, кубернетис назначил на какую-то ноду, скачал туда докер образ, если его там нету, запустил там это приложение с нашим прокси-сервером. Этому прокси-серверу нужно какое-то время, чтобы инициализироваться, пройти хелс-чеки, запуститься корректно. Это может быть то, что мы запускаем. Но в течение этого времени у вас клиенты продолжают висеть. Соответственно, вам нужно дать еще диапазон этому нашему контейнеру вверх вырасти. Или, может быть, установить порог срабатывания балансировщиков пониже. То есть, если вы видите, то, что у вас уже нагрузка 60%, вы создаете дополнительные реплики, но контейнеру есть еще до 100, куда вырасти. И опять же, это очень тонкий баланс, который, как правило, решается для каждого конкретного проекта, исходя из истории его использования. Так, чтобы у нас и успели создаться они, параллельные наши контейнеры, и этот контейнер успел вырасти, и денег мы при этом много не потратили, и потом они, чтобы еще успели обратно вот так вот замасштабироваться. Спасибо всем, кто выдержал и просмотрел это. Если вы далеки от кубернетиса, я когда-нибудь доберусь и запишу, конечно, видео на эту тему. Спрос довольно-таки большой. Мне кажется, мы с ребрейном продолжим сотрудничать. Они как-то так меня мотивируют очень хорошо. Я думаю, если я буду писать какой-то курс для них, нам здесь в Ютубе это тоже очень хорошо отразится. Я буду делать сюда наш необходимый минимум, и мы таким образом наконец закроем этот вопрос. Меня надо подпинывать как-то, иначе у нас никогда это не произойдет. Так что спасибо, что смотрели. Я помню, что нас ждет Элпик второй. У меня сейчас просто с этими ипотеками кошмар какой-то. Я вам уже года два обещаю, что мы скоро начнем в хорошем темпе работать. Я перестаю обещать, но я надеюсь, что это нам поможет скорее вернуться к Элпику. Все, всем всего хорошего.